Добрый день, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Продолжаем анализировать фундаментальную картину, ситуацию и то, что происходит с теми инструментами, которые торгуем мы с вами изо дня в день. Учитывая динамику прошлой недели, думаю, что мы практически безошибочно предположили, что текущая пятидневка может пройти, скажем, под грифом коррекции. Тем более, что действительно уровни по евро-доллару, по USDCAD, по фунту были не то, чтобы максимальные за несколько торговых сессий. Это максимумы в течение последних многих месяцев и самые настоящие, мощнейшие технические сопротивления и поддержки, экстремумы, если хотите. Для того, чтобы у валют появились предпосылки, либо бодрость, уверенность, чтобы преодолеть эти планки, нужна соответствующая информационная и фундаментальная поддержка. Но тот анализ, который мы с вами сейчас можем провести с учетом содержания экономического календаря, с учетом тех заготовок новостных, которые присутствуют, позволяет нам сделать больше акцент на то, что у этих активов не будет локальных шансов на продолжение текущих тенденций. Поэтому, друзья, вчера в рамках всего рынка Forex действительно наступила коррекция. Будем надеяться и не хочется каркать, что это коррекция и не только следствие отката в первый день недели. Эта коррекция подкрепится еще большим позиционированием медведей и дальше. И, соответственно, к концу недели мы с вами увидим американца повыше рисков актива евро, фунт австралийца, новозеландеца, ну и, соответственно, канадский доллар ниже текущих значений. Ну и, безусловно, очень большую надежду мы возлагаем на рыночный скепсис в отношении цен на углеводороды, на энергоносители, потому что вчерашняя торговая сессия снова стала восстановительной. Вот лишь на азиатской текущей мы видим распродажи. Остается облагаться на то, что трейдеры вспомнят про причины, которые стали определяющими для снижения актива ниже 45 долларов за баррель двумя неделями ранее. И эти причины приведут к возобновлению этой коррекционной динамики. Ну, раз уж зашла речь о нефти, констатируем уровни, друзья. Торговая сессия понедельника была закрыта на отметке 49.62, сейчас уже инструмент торгуется пониже – 49.39. Если отойти от бренда и коснуться американского сорта WTI, я думаю, что кто-то из вас, может быть, спекулирует им вместо бренда, то вчерашний день стал и вовсе по счету восьмым восстановителем для актива. И важно здесь есть такой длительный период восстановления, который по продолжительности стал самым протяженным за последние семь лет. Ну, это так, в порядке интереса, то что сейчас очень серьезный откат, который мы наблюдаем. Держится пока поддержка, точнее сопротивление на текущий момент 50 долларов за баррель. И я надеюсь, что эта планка устоит и дальше. Почему нефть растет? Выходит, трейдеры с большим удовольствием для себя смакуют еще фундаментальные поводы прошлой недели, которые стали причиной того роста, который мы наблюдали. Это данные по резкому сокращению объемов добычи нефти США, отчет, который вышел в среду и пятницу, статистика Baker Hughes по количеству нефтных терминалов. Резкое сокращение объемов добычи, помним, снизилось производство на 100 тысяч баррелей до 9,25 миллионов. Что касается Baker Hughes, количеству нефтных терминалов, то была прервана сессия цикла из 24 недель подряд увеличения. Ну, правда, небольшое сокращение, всего лишь на две платформы, со 758 до 756. Ну, это, конечно же, ерунда. И тем более, друзья, мы помним, что в основу таких макроэкономических отчетов, это еще один, скажем, такой акцент внимания к оптимистам, которые верят, что нефть будет расти. Причина в этих макроэкономических отчетах является исключительно времени, поскольку стало следствием тропического шторма в Мексиканском заливе. Если наши отчеты с вами верны, то вот уже на этой неделе у нас будет возможность вернуться к прежним макроэкономическим трендам, то есть трендам, которые радуют нас периодически ростом запасов либо бензина, либо нефти, либо нефтепродуктов и, собственно, возобновления роста производства нефти, а не сокращения, как на прошлой неделе. Сегодня, собственно, в 23.30 у нас статистика АПИ от Американского института нефти. Мы, безусловно, должны обратить на нее внимание, потому что это тот отчет, который предваряет данные от Министерства энергетики. Напоминаю, друзья, что сегодня в США день независимости, поскольку мы говорим о статистике американского происхождения, то праздничный день, он традиционно является основной причиной, за которой публикацию данных переносит на сутки вперед. Соответственно, после сегодняшнего АПИ мы обычно ориентируемся на среду, когда выходят официальные данные. В этот раз они выйдут в четверг. Ну, дождемся, ничего страшного. Друзья, я напоминаю все-таки про объективные, на мой взгляд, скептические настроения, которые присутствуют на рынке. Они связаны, прежде всего, с недоверием к сделке ОПЕК, с убежденностью уже фактически того, что она не сможет решить проблему с перепроизводством. Опять же, этот скепсис усиливается значительным потенциалом и ожиданием увеличения производства в тех регионах, которые не подписались под энергетическим фактом. Мы ждем, собственно, новые доклады и от ОПЕК, и от Международного энергетического агентства, администрации энергетической информации, поскольку начали с вами новый месяц, правильно рассчитывать на обновленные цифры. Ну, думаю, то, что прогнозы и ожидания будут способствовать только тому, чтобы мы получили еще дополнительный сигнал с новыми же, в общем, от них, как в прошлом месяце, что рынок нефти опричен на переписи более, собственно, минимальных ценовых значений, на которые мы и ориентируемся. Российская валюта 59.30. Если сегодня мы пойдем ниже по нефти, и эта динамика сохранится до конца недели, тогда у нас появится очень хороший шанс по паре доллар-рубль закрыть торговую пятидневку выше 60. 59.30 – это тот самый уровень котировок, который явно свидетельствует о том, что рубль пытается найти подобие балансового состояния, но обычная математика, простая формула рублевой стоимости барреля нефти позволяет нам тоже перемножить котировки бренда на текущие курсы. Мы понимаем, что стоимость барреля нефти находится ниже 3000 рублей. Это мало, поскольку по, скажем, такой консенсус оценки считается то, что достаточным для хоть какого-то подобия пополнения бюджета является уровень примерно 3100-3200. То есть к этой планке нужно либо цены на нет, чтобы выросли, либо революировать больше курс рубля. Помимо этого, друзья, вы все следите, те, кто близок именно с российскими реальными, с новостным фоном, знаете, насколько активна сейчас тема очередных веков сенсунового противостояния. Ни в коем случае не забывайте и про этот потенциальный катализатор восходящего движения в паре доллар-рубль. И американец у нас, как оппонент рубля, не просто так сейчас отталкивается от минимальных уровней. Наконец-таки трейдеры все-таки решили отдать дань уважения этому валютному активу. Посчитали то, что потери в первом полугодии были, мягко говоря, чрезмерными. И все-таки объективная оценка фундамента указывает на то, что доллар не такой уж и аутсайдер. Ну да, явно угасает надежды на то, что Трамп будет реформировать экономику. Но параллельно с этим у нас есть еще и вектор экономической политики ФРС, политика более высоких процентных ставок и фундаментальная поддержка в виде отчетов, статистических релизов, за которыми мы, собственно, с вами и следим. Вот коснулся я уже американца. Стоит отметить то, что разбирая сейчас тенденцию ряда рисковых инструментов, думаю, что первое во всех обзорах, аналитических сводках, на что вы сможете обратить внимание, так это доллар действительно восстанавливается вдоль всего рынка. Вдоль всего спектра финансовых инструментов. Доллар восстанавливается почему? Потому что макроэкономическая статистика поддержала доходности американских облигаций, рост доходности трежер, столкнув вверх индекс доллара. Он отошел от минимальных уровней, которые многомесячные, даже минимум, которые мы наблюдали еще буквально неделю назад, и это потащило, собственно, саму валюту вверх. Особенно это восходящее движение было вчера заметно против японского валютного актива. Рост доллара считается одной из основных причин, почему рисковые активы вчера раздавали свои позиции. Но я думаю, что все-таки еще имеет место быть такое понятие, как техническая коррекция после того ралли, который состоялся на прошлой неделе. Если немножко исторических таких реалий по доллару, чтобы по нефти мы их проводили, по американцу стоит это тоже сделать, поскольку мы уже с вами в июле месяце, соответственно, говорим о первом полугодии, а 2017 год уже о прошлом. Первое полугодие 2017 года оказалось одним из самых ужасных для американца с 2010 года, поскольку потери составили больше 6,5%. То есть доллар, к сожалению, под занавес заключительного месяца первого полугодия растерял весь тот позитив и все эти ценовые пункты, которые ему удалось набрать после реакции трейдеров на победу Трампа. Тогда очень много было оптимизма связано с тем, что Трамп человек дела, человек решительности. Трампа, безусловно, будет реформировать экономику в соответствии с предвыборными обещаниями. Сейчас пока что, к сожалению, эти реформы, мягко говоря, держатся на паузе, а если говорить совсем уж плохо, скорее всего, до них в ближайшее время и дело не дойдет. Но не будем мегативить. Я предлагаю, друзья, обращать внимание еще и на макроэкономические отчеты. Вот вчера был довольно интересный день. У нас индексы в производственном секторе, оценка сразу двух ведомств, это PMI и ISM. Особый акцент я делаю на оценку ISM, потому что здесь хочу провести параллель с отчетами по бизнес-оптимизму, которые мы с вами анализируем по Германии. Есть оценка от ZIU и есть оценка от IFA. Более объективная, приближенная к реальности статистика от ZIU. И вот в отношении индекса производственной активности ISM, мне кажется, более прозрачный, более четкий, чистый показатель. 57,8, друзья, рост 54,9, выше 50 уже десятый месяц подряд. И, собственно, тот показатель, который мы видели вчера, это один из самых максимальных с 2014 года. Мы уже можем говорить о том, что месяц был довольна, сильная промышленность продолжает развиваться. Поскольку производственный сектор один из основных драйверов для экономического роста, значит, напоминаю вам, что не такие уж и безнадежные являются оптимистичные ожидания по росту ВВП на второй квартал. Для американской экономики. Про это ни в коем случае не забывайте, поскольку хорошая статистика, тем более сильные данные по экономическому росту будут стимулировать интерес к такому новостному фону, как повышение процентной ставки. И должны удерживать американцы на более высоких ценовых уровнях и значениях. На этой статистике, безусловно, фундамент этой недели у нас не замыкается, не ограничивается, поскольку у нас с вами завтра протокол, еще более крутая новость для доллара. И в пятницу non-farm payroll статистика по американскому рынку труда. Будем выжимать все соки из этих релизов и будем толкать американца выше текущих значений. Котировки на текущий момент примерно в районе 113 иен против доллара. Рост за вчерашний день больше 120 пунктов. У нас была цель к максимуму 113.50 на неделю только. Но я думаю, что с учетом такой динамики, друзья, мы можем рассчитывать на то, что пара получит достаточно стимулов и поддержки для движения даже выше 114. Фунт против доллара. Здесь немножко давайте задержимся, потому что по фунту мне есть что вам рассказать, но только, как вы, наверное, прекрасно понимаете, в плане негатива. У нас вчера был опубликован индекс активности в производственном секторе, спад с 56,3 до 54,3. Как я говорил, производство будет проседать, собственно, как это уже продолжается на протяжении многих месяцев подряд. Вслед за промышленным сектором у нас еще строительство и сфера услуг. Это отчеты, которые сегодня и завтра будут опубликованы. Я советую ставить на ухудшение макроэкономического отчета и по этим секторам и ставить на такое же давление, точнее, даже на еще большее давление и прессинг, который будет оказан на фунт. Параллельно слабых макроэкономических данных, которые готовят нас к очень слабому показателю ВВП, которые убеждают нас в том, что Brexit начинает аукаться в плане негатива, именно о состоянии на макроэкономическом уровне для английской экономики. Не забывайте про рост доллара, который я уже отметил как еще одну предпосылку и фактор давления на рисковые инструменты и, соответственно, на фунт. Но еще один, может быть, даже более интересный фундаментальный фактор потенциального давления – это информация. Но я бы даже не сказал, что это слухи. Это, скорее всего, уже даже подтвержденная информация о том, что сотрудники Банка Англии готовят забастовку, которая может случиться в конце июля. Продолжительность может составить даже неделю. Почему забастовка? Дело в том, что отдельные категории, собственно, служащих Банка Англии считают то, что они вправе рассчитывать на более высокие заработные платы. И, разбирая опять же эту ситуацию, я хочу отметить то, что они действительно правы. Потому что, собственно, эти служащие Банка Англии попадают под категорию госслужащих. И у них есть индексация, такое понятие, нормативы изменения показателей по материальному обеспечению, индексация заработных плат на 1%, по-моему, в год. До какого периода этот договор? По-моему, до 2021. И получается, что если мы сейчас сравним эту индексацию заработных плат с показателем инфляции, который характерен для Англии, напоминаю, что это 2,9% годовых инфляции, трое опережает рост заработных плат. Я, в принципе, рассказывал вам уже про трудности, про проблемы, про то, что может возникнуть в плохом смысле, и с чем может столкнуться потребительская активность из-за высоких показателей инфляции. Вот как раз вот эти сообщения, они явные тому доказательства, то, что настроение серьезно уже ухудшается, доверие потребителей укладывает это, доверие ухудшается не только относительно перспектив экономики, но и относительно достаточности и показателей обеспеченности домохозяйства. Это то, что позволяет нам находить еще один фактор давления на котировки британца, то, что мы можем использовать для того, чтобы ставить на дальнейшие распродажи. И вот почему это не слухи? Потому что за этим вопросом стали уже активно заниматься профсоюзы. Они уже обратились к руководству Банка Англии, непосредственно к председателю, к Марку Карни, в надежде на то, что какой-то общий знаменатель будет найден. Но вот руководство уже сообщило о том, что Банк Англии, у них есть конкретный план, как можно действовать в подобных ситуациях. Ни о каком повышении зарплат речи пока не идет, с учетом, опять же, той неприятной картины, которая сейчас складывается в английской экономике постфактум Брекзита. Я думаю, то, что мы с вами найдем еще кучу негативных факторов для фунта. Про вот это ни в коем случае не забывайте. Да, нам можно будет подождать практически целый месяц, когда эти забастовки все-таки станут одной из главных новостей вообще всех средств массовой информации. Но, друзья, не забывайте про это. Я считаю, что это как минимум третий серьезный фактор давления, который мы можем оторговывать и на который можно спекулировать уже а сейчас. Поэтому по фунту вчерашняя коррекция была хоть и незначительной, но все-таки хотя бы что-то. Мы снова оказались ниже поддержки 1.30, сейчас котировки 1.2940. Ставим на то, что бары будут снижаться и дальше. Европейская валюта. Здесь какого-то интересного фундамента за прошедшие сутки не произошло. Единственное, что оказало давление на евро, это рост доллара, про который я уже сказал. Но вот сегодня у нас в 15.30 состоится выступление главного экономиста ЦБ Питера Прата. Я вчера отмечал то, что это один из лидеров мнения и комментарии со стороны Прата о том, что Европейский Центральный Банк сохранит действующие экономические стимулы, могут напомнить всем трейдерам про проблемы низкой инфляции и, соответственно, оказать еще большее давление на евро. То есть, помимо ожидаемой технической коррекции, я ставлю на то, что и этот актив окажется еще под давлением соответствующего фундамента. Американский фондовый рынок растет сегодня, как я уже отметил, поскольку день независимости праздничный. Американский фондовый рынок, соответственно, в режиме ожидания. Готовится к следующей торговой сессии, торги проводиться не будут, но вот вчера мы тоже смогли закрыть день на позитивной ноте. В этот раз американскую фонду выточил банковский сектор. В этот раз американский фондовый рынок поддержал еще и целая порция сильных макроэкономических данных. Я считаю то, что текущие котировки, текущий курс S&P 2425 является довольно скромным с учетом той поддержки, которую может получить эта секция до конца недели. Поэтому, с вашего позволения, я предлагаю замахнуться на очередное тестирование сопротивления 2450 уже до конца этой недели. Золото продолжает валиться, друзья, сейчас котировки 2023 доллара за тройскую унцию. Думаю, что можем ставить на пробой 2020 долларов за один, соответственно, контракт. Поддержку этой короткой позиции будет еще оказывать рост доллара, который, на мой взгляд, на текущей азиатской сессии вполне очевиден. Если вы торгуете драгоценными металлами, то есть, в частности, золотом, вы должны уже находиться в хорошем профите, потому что мы с вами решили подключиться к этой продажной сделке сразу же после пробоя поддержки 1250 долларов за тройскую унцию. Еще пару слов про австралийцев, поскольку сегодня на азиатской сессии именно этот инструмент стал своего рода героем. Резервный банк Австралии принял решение о сохранении ставку на приезжем уровне в 1,5%. В ходе справедливого заявления снова были сделаны акценты на проблемы, которые присутствуют в жилищном секторе, проблемы с закреплением домохозяйств и проблемы, связанные с не самыми радужными перспективами для экономики в случае дальнейшего укрепления национальной валюты. Это привело к резкому ослаблению австралийца. По сути, можно сказать, пара австралийцев против долларов потеряла около 100 пунктов. Сейчас котировки на отметке 0,76. Но я думаю, что по инерции, по импульсу можем оказаться еще ниже. Друзья, из важных событий сегодняшнего дня. В 13.00 состоится слушание по инфляции в Англии. Разумеется, еще одно подтверждение того, что индекс потребительских цен находится в состоянии неконтролируемого роста, может стать причиной дополнительного давления на котировки британца. Это нам и нужно. В 15.30 для короткой позиции по евро ждем поддержки со стороны комментариев Питера Прата, который непременно будет говорить про целесообразность сохранения монетарных стимулов в текущих объемах и в текущих вариациях. И в 23.30 это статистика от Американского института нефти по запасам. Посмотрим, все-таки есть ли у нас надежды, есть ли у нас возможность рассчитывать то, что официальные данные просимонализируют увеличение запасов либо бензинов, либо, соответственно, нефти. Я считаю то, что можем. Поэтому предлагаю уже разворачиваться снова по нефти и верить то, что актив начнет сползать в район прежней поддержки 45 долларов за баррель. Друзья, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Как и всегда, все вопросы, комментарии и пожелания вы можете оставлять на форуме о маркетсе либо на канале на YouTube в специальном разделе, где, собственно, мы выкладываем брифинги. Прежде всего, контролировать риски – это очень важно. Важно, в принципе, всегда при любом трейде на финансовых площадках. Но сейчас, может быть, даже вдвойне важнее, потому что у нас волатильность явно находится сейчас выше среднего уровня. Но надеюсь, что этими правилами вы давно пользуетесь и про них не забывайте. Еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.